Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня у нас на обзоре Гаррет Апекс. Катушка Гаррет Райдер 11 на 8,5 дюймов. И ювелирные изделия разных размеров. От очень маленьких крестиков детских, колец, цепочек до большого серебряного крестика. И посмотрим сегодня, даже как звучит маленькая пломбочка, которая в 4 раза меньше, чем нокот на мизинце. Посмотрим показания ВДИ и как звучит Гаррет Апекс на разные ювелирные цели. Кто смотрел мою первую часть, теперь проводим точно такой же тест на ювелирке, только с катушкой Райдер. Чуйку немножко понизили еще на одно деление. Никаких глюков, фонов нету. И опять берем маленькую пломбочку. Ловит ее сразу, моментально. И ВДИ устойчивая. Берем самый маленький золотой крестик. Перно-ребро. И опять же слышим, звук изделия на ребре отличается, чем когда изделие лежит горизонтально. Берем крестик чуть-чуть побольше. ВДИ 38-39. Теперь на ребро. ВДИ скачет, звук немножко поменялся. Теперь берем большой крестик. Золотой. ВДИ 40. Поднимем чуть повыше. ВДИ перескакивает 39-40 на ребро. Звук сразу поменялся. Теперь берем маленькое обручальное колечко. На ребро. Теперь берем золотое кольцо с платиной. На ребро. Плашмя. Возьмем печатку золотую. Сразу слышим высокий звук. И сигнал ВДИ 65-66. Теперь возьмем золотую цепочку с таким образком. И возьмем тоненькую цепочку. Ее также прибор видит. Теперь возьмем большой серебряный крестик. На ребро. Теперь серебряный браслетик. И проверим теперь на маленькой чешуйке. Ставим чешуйку на ребро. Звук поменялся. ВДИ немножко перескакивает. Ну, остается почти в тех же сегментах, что и горизонтально. На этом, друзья, видео буду заканчивать. А вам посоветую лишь одно. Копайте все сигналы, так как ВДИ и звук в земле могут немного отличаться. Но если вы ищете ювелирку на пляже, и она будет лежать сверху, то ВДИ будут точно такими же, как на приборе. А я хочу пожелать вам и вашим близким всех благ. И до новых встреч.